Всем привет! Меня зовут Леонид. Это короткая видео-шпаргалка по полировальной системе Мензерна. Мензерна. Специально для вас мы разработали таблицу, где описан весь технологический процесс полировки деталей после окраски. Она поможет вам сделать все правильно. Давайте разбираться. В первую очередь вам нужно будет определиться, какой системой вы будете работать. Универсальной или классической? Классическая подразумевает в себе один шаг, одна паста. То есть это первый, второй и третий шаг. Универсальная может содержать, как в этом случае, трехсотая, первый и второй шаг, четырехсотая, первый, второй и третий шаг. На каждом этапе полировки, в зависимости от задачи, вам предлагается подобрать полировальный круг, полировальную пасту и рекомендованный оборот. Независимо от выбора системы, универсальной или классической, нам придется пройти все три этапа полировки. Но есть разница. Классическая система подразумевает применение трех паст. А универсальная максимум двух. А универсальная. Первые и вторые этапы полировки мы рекомендуем выполнять при помощи ротационной машинки. Продолжение следует... На финишном этапе полировки при помощи роторной машинки можно достичь хорошего результата. Но лучший результат покажет эксцентриковая машинка. КОНЕЦ В завершении нашего полировального процесса удаляем остатки пасты с салфеткой из микрофибры. ПОДВЕДЁМ ИТОГ При переходе с этапа на этап учитывайте тип полировального диска, пасты, следите за оборотами. И не забывайте удалять остатки пасты микрофиброй. Мы надеемся, что наши советы помогут вам достичь наилучшего результата и ускорить процесс полировки. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Не забудьте подписаться на наш канал. А на этом у меня все. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!